Всем привет! Меня зовут Даша и сегодня расскажу вам про спиртовые маркеры линейки Le Plume японского бренда Marvy Uchida. Я спрашивала про ударение у лингвистов, так что ошибок быть не должно в произношении, хотя мне очень чудно. Кроме того, у меня есть такие ручки и перманентный маркер с линиями, я о них тоже немножечко упомяну, но сегодняшняя наша цель это познакомиться именно с этими маркерами. Мне их прислали на обзор официальные представители Marvy в России, в связи с этим я хочу передать огромную благодарность и видео в том числе. Это очень отзывчивые и приятные люди, которые искренне любят свой продукт. Годом основания компании можно считать 1910 год и до 1973 года Uchida расширяли свое производство, открывали новое отделение, пока не вышли на международный рынок. Отслеживая события компании в ретроспективе, можно сказать, что дела у них шли очень даже хорошо. И сейчас Marvy Uchida занимает четвертое место в рейтинге канцелярских компаний в Японии. А в 2004 году был выход на российский рынок и судя по тому, какое разнообразие продукции для нас тут открыто, тут дело тоже пошло очень даже гладко. Компания действительно производит большое количество продуктов для разных целей. Это и констовары, и товары для хобби, причем не только связанные именно с классическим рисованием, а для росписи и дизайна. Даже есть товары для промышленности. Русская комьюнити очень дружная и лояльная. Например, есть свой тег I Love Marvy Markers, который автоматически потянет вас в фан-клуб Marvy. Проводится очень много творческих мероприятий, в том числе офлайновых встреч, мастер-классов, ну и так далее. Я лично очень люблю такой подход, и мне всегда импонирует дружелюбие, открытость и приятная простота в общении. Больше всего меня интересовали две линейки маркеров. Это маркеры на водной основе и спиртовые. И забегая наперед, я скажу, что теперь мне все интересует. Про маркеры на водной основе я пока сказать могу очень мало, так как у меня они есть, но в ограниченном количестве. И полноценную иллюстрацию я пока ими сделать не могу. Но белый меня очень порадовал, он такой прям вездеходик. Очень хорошо ложится на бумагу разного типа и практически не выдает катышки и прочие какие-то повреждения. Надо просто следить за подачей чернил и не давить им сильно на бумагу. Маркеры серии Le Plum это спиртовые маркеры с наконечником кисть. Привычного для спиртовых маркеров долото или поли тут нет. Сначала этот момент меня немного смутил, но я в процессе рисования не испытала какой-то нехватки второго пера и абсолютно спокойно закончила свою работу. Дело в том, что перо в этих маркерах позволяет делать как и масштабные равномерные заливки, так и тонкие линии, мелкие фрагменты и прочие какие-то детали. И перо в маркерах довольно устойчивое к долгому рисованию. В моем случае процесс создания иллюстрации занял примерно часа два, наверное. И было пару цветов, которые участвовали в рисовании все это время. И перьях по итогу выглядели вообще отлично. То есть ни искажений, ни расслоек, ни проплешин. В общем, я увидела как раз те показатели стандарта качества, к которым я привыкла, если речь идет про японские или корейские продукты для художников. Я подготовила выкраску и собрала ее для обзора оттенки самостоятельно, чтобы нарисовать парочку иллюстраций, как следует протестировать материал. Я промахнулась только с одним цветом, вот с этим, потому что он очень сильно насыщенный. Однако, тем не менее, эта насыщенность все равно мне пригодилась, когда я рисовала пончики. Сейчас я вам их покажу. В данной иллюстрации он мне пригодился на все 100%. В остальных же случаях его насыщенность можно неплохо так занижать с помощью блендера. С точки зрения дизайна маркеры очень симпатичные. Они круглые, есть насечка цвета, которая плюс-минус соответствует выкрашенному цвету. На самом корпусе нет ничего лишнего. У нас есть логотип, линейка и штрих-код для поштучной продажи. Маркировка цвета выполнена в непривычном для меня дизайне и мне она, честно говоря, симпатична. Относится данная надпись к долгожителям. Но я пока точно не могу, конечно, сказать, но на данный момент меня очень радует то, что никоим образом она не отковыривается. Как это бывает иногда даже при первоначальной покупке, например, тех же самых файн-калор. В общем, верю в лучшее. Снимается колпачок с приятным щелчком. Он в меру упругий. Напоминает по этому ощущению маркеры Touch от Shinhan. И вот такое я очень люблю и очень ценю. Потому что крайне неприятно, когда в работе маркерами приходится прикладывать много усилий для их открытия. Потому что это занимает уйму времени. И, конечно же, провоцирует появление на моих руках чернил, да и, в общем-то, повсюду. Особенно учитывая, что у меня белый стол. На колпачке есть несколько насечек, с помощью которых можно абсолютно спокойно положить маркер и не переживать, что он куда-то укатится. Для меня такое решение полезно вдвойне. У меня очень часто укатываются круглые объекты вот сюда под домик маркерный. Я потом, бывает, их найти не могу. Но это раз. Во-вторых, наверное, самым приятным моментом является то, что я, когда выкладываю все свои материалы, рисунок для фотографий в Инстаграм или в какую-то другую социальную сеть, я могу быть уверена, что я маркер, где положу, там он останется лежать. И я смогу подкорректировать так, чтобы он лег, например, названием у бренда вверх. Либо наоборот. В общем, вы поняли суть, что это очень удобно. Часть возле пера скруглена. Это добавляет удобство в рисовании. То есть рука в процессе не устает. И, в принципе, мне приятно держать такую форму в руке. Кстати, сам корпус матовый. Здесь он глянцевый. И матовость корпуса мне скорее нравится, чем нет. По крайней мере, на корпусе не будут оставаться пятнышки от касаний. И сейчас я вам покажу, как они ведут себя на бумаге. Маркеры дает чернила равномерно. Но в то же время как-то сочно. То есть есть ощущение мягкости. И оно очень приятное. Перо само по себе очень динамичное. Но не рыхлое. И форму штриха держит просто отлично. Как я говорила, заливка получается очень плотной, хорошей и равномерной. Сейчас я покажу, наверное, на более светлом маркере. Потому что на темном, в принципе, она должна сама по себе получаться чуть лучше, чем обычно. Кстати, цвет этот мне очень нравится. Максимально приятный. Я такой цвет отношу к довольно сложным оттенкам. Здесь нет никаких проплешин. Можно пройтись вторым слоем, лессировочкой. И получится еще более плотный, хороший тон. Кстати, смешиваются маркеры между собой тоже очень мягко. И накладываются вообще без проблем. Сейчас попробуем смешать какие-нибудь два соседних серых оттенка. Также хотела дополнить, пока не забыла, то, что если вы сняли колпачки, рисуйте сразу тремя, двумя и так далее маркерами. И можно спутаться, казалось бы. Но нет, на самом деле здесь дополнительно еще номер цвета прописан на штрих-коде. То есть, если маркер открыли, забыли, где колпачок, пожалуйста, можно здесь все это дело найти. Вот 793, 893. То, что я сейчас сняла маркер и вспомнила, что я забыла об этом рассказать. Давайте еще какие-нибудь два цвета смешаем. Какие тут еще соседние у нас есть? Пусть это будут вот эти два. 95 и 98. Это, конечно, не самые соседние, прям идеальные по оттенку маркеры. Но, тем не менее, они смешиваются. Я сейчас вам это все дело покажу. Во-первых, посмотрите, какая мягкая получилась заливка. Во-вторых, посмотрите, как смешались серые оттенки. И что у нас получилось с бирюзовыми. Меня такие параметры смешиваемости очень устраивают. Особенно учитывая то, что я сейчас сделаю это все максимально на скорую руку. Раз уж мы занялись выкрасками, давайте я вам покажу вот такие вот шикарные ручки. Посмотрите, какие они сочные, интересные и симпатичные. Они довольно тонкие. Их можно много вместить в какой-нибудь пенал, либо подставку. У них классическое пиро, как для капиллярной ручки. И их можно вполне себе применять во время рисования работы. Для детализации каких-то очень-очень маленьких фрагментов. Либо просто сделать контур. Они очень сочные. Их оттенки буквально неоновые. Они очень приятные и сочно пишут. Единственное, что долго им не присущ, потому что они максимально тонкие. Рука быстро устанет. Но, тем не менее, они очень классные. По крайней мере, для создания какого-то контура, либо что-то подписать красиво, они точно пригодятся. И я еще хотела сказать про линеры. Я перепробовала очень много линеров. И я была в большом восторге от линеров от Marvy. У них также есть классические перья, которые различаются своей толщиной. Также есть еще и браш, который довольно качественный. У него тоже очень динамичное перо. Позволяет делать различные какие-то эффекты с помощью перышка. И оно абсолютно тоже не деформируется и не расслаивается. Можно делать максимально тонкие линии. Можно делать пожирнее их. И форму штриха можно самостоятельно контролировать. Я очень люблю применять вот такой вот эффект. Но в данном случае он не нужен. Но он позволяет добавлять какой-то динамичности. Если рисуешь что-то связанное с ботаникой, либо чинки какие-нибудь. Вот, кстати, что касается чинок. Именно с помощью этого метода я и рисовала здесь чинки. По-моему, кстати, я здесь, да, здесь я тоже этот метод применяла. Но я уже делала, разумеется, это не линером, я это делала маркером. То есть я нажимаю, потом отпускаю, веду спокойно, нажимаю. И вот эффект шоколада такой вот получился вот именно за счет таких штрихов. Не знаю, зачем эта информация, может быть, пригодится. Что касается остальных моментов по этому линеру. Ой, я его умудрилась испачкать. Да я вся, в общем-то, уже испачкалась. Но я стараюсь все быстро показывать, чтобы максимально ваше время не занимать. Обычно я не такая хрюша. Тяковое обманываю. Так вот, у них очень приятный дизайн корпуса. Гладкий, обтекаемый, как я люблю, белый. Здесь есть обозначение типа пера, в данном случае браш. Плюс еще толщина линии. В руке они лежат очень удобно. Рисовать ими тоже классно. Они очень сочные, они не размываются. В общем-то, они абсолютно дружат со всеми маркерами. Есть еще у меня вот такие две штуки, о которых я упомянула в самом начале. Это серебряный и золотой. Они у меня есть на выкраске. Получается такая же равномерная заливка, как и в случае со спиртовыми маркерами. Они бумагу не деформируют. И вот он мой беленький, как я уже говорила, вездеход. Очень классная вещь. Хотя бы как минимум белый я бы точно советовала среди акриловых маркеров. А так я бы, наверное, конечно, все акриловые хотела попробовать. Я бы хотела продолжить такую систему оценки, как я это делала с карандашами. И в случае с маркерами я бы оценила следующие параметры. За дизайн и удобство корпуса я ставлю 5 с минусом. Но только потому, что я не люблю курсивные шрифты в дизайне упаковки. Но это исключительно моя вкусовщина. В целом это очень симпатичные и удобные маркеры. Качество чернил я бы хотела протестировать дольше. Но я оцениваю уже на 5 с плюсом. Так как беру пару баллов авансом за страну производства и отзывы. Но остальные баллы, разумеется, от меня. Потому что я успела задействовать их в 4 иллюстрациях. И осталась очень довольна. Эти маркеры на данный момент не относятся к заправляемым. Поэтому за практичность я ставлю 4 балла. Но я не ставлю 3 балла за очень добротный объем чернила 2,5 мл. Параметры смешивания шикарны. Тут ничего не могу сказать. Пятерка. Я их смешивала здесь, здесь, на пироженках, чай. Ну и разумеется пончики. Тут у нас все. Отлично. Пятерка. Взаимодействие с другими маркерами тоже на высоте. Я не заметила никаких проблем. Здесь я их совмещала вообще со всем, что у меня есть буквально. Тут у нас тоже 5. За палитру я ставлю 4. Но я ожидаю, что она обязательно пополнится. Потому что такой продукт, честно говоря, грешно не разнообразить. Качество перьев. В данном случае у нас только одно перо. Это кисть. Но я тем не менее ставлю 5. Потому что оно мне очень понравилось. Оно мягкое и динамичное. Таким образом, у меня получился очень интересный и качественный материал. Мне понравились эти маркеры. Я искренне как-то, честно говоря, привязалась к ним, пока я рисовала. И нашла для них место в домике. То есть вот здесь они у меня живут. Я их специально сейчас вытащила, чтобы вам показать. А если я нахожу для маркеров место в домике, это уже о многом говорит. И я надеюсь, что на них найдется место еще и для остальных маркеров спиртовых и других линейок, естественно. Потому что я загорелась. Очень хотела бы их попробовать. Кстати, если вы надумаете сделать это тоже вместе со мной, я ставлю вам промокод на скидку 15% в описании и ссылку, где их можно приобрести. Такой приятный бонус появился у меня в процессе дружбы с брендом Ingberry. О продукции которых я тоже с удовольствием скоро расскажу. Кстати, этот скетчбук от них. Я думаю, многие о них уже знают. Ну а на этом я, пожалуй, буду видео заканчивать. Я очень надеюсь, что оно вам было интересным и познавательным. Я желаю вам приятных, уютных зимних вечеров, много вдохновения и только самых-самых лучших материалов. Пока-пока! Тебе тоже нравятся маркеры. Да? А вот эти? И вот эти офигенные. А линеры? Нет? Ты обманываешь? Ну классно же, ну. Что вы думаете о безобразном поведении во время записи видео? Вам есть что сказать в свое оправдание? И вот эти фонарь. И вот эти фонарь.